Флора Аламутс. Серебряный меридиан. Часть третья. Глава десятая. Сегодня всё проснулось в снегу. Разноцветные деревья, зелёный газон, хризантемы, словно припудренные и засахаренные, вода под кусками прозрачного льда, напоминающая колу со льдом, листья слив и яблонь, которые, нежно постукивая, осыпались сквозь засыпающие ветви, черепица, дышащая паром под солнцем, уже обдающим всю заморозь горячими лучами. Что может быть приятнее удовольствия пройти по стынущим и отогревающимся полям, покрытым хрупкой и ломкой корочкой с треском крошащегося инея, надышавшись холодным чистым воздухом, наслушавшись его звенящей тишины и будто омолодив кожу шокирующей смесью солнца и льда так, что на скулах появился осенний яблочный румянец, мы вернулись домой. Город затих, все разъехались, смолкли, отложены встречи, дома еще не натешились на неразмеченный вечер. Босиком, в серых льняных штанах, в моей любимой ковбойке Джима я сижу за письменным столом в библиотеке. За окном перламутровая дымка раннего декабря. В доме тепло. Джим прячет меня здесь, да и я сама с удовольствием скрылась в этой старой английской норе. Мне предписан покой. Наступает Рождество, все съезжаются, наши родители уже здесь. Уходящий год был плодотворным. В первых числах Нового года выходит фильм. Я просматриваю съемочный журнал Джима. Мы работали 207 дней. Интересное, замечательное время. Джим приехал из города. Как ты? Вот, читаю, что мы натворили за год. И с этим жаль расставаться. Теперь нас ждет другое. Готовься к сообществам за и против. За, Джим. Только за. Знаешь, я думаю, может сделать паузу с фестивалем. Засесть здесь с тобой, венецианцами. Никуда не мотаться. Ты устал и волнуешься. Кроме того, Тим придумал что-то новое, ты же знаешь. Да, он звонил. Я не стал допытываться, когда он приезжает. Завтра. Тим всегда приезжал к рождественским чтениям. Он еще в ноябре начал подготовку, взяв с меня обещание не вникать ни во что и предоставить ему полную свободу. Продолжение следует... Продолжение следует...